С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня мы поговорим с вами о довольно интересной и своеобразной планетной системе, которая существует у нейтронной звезды. В ее лице мы также расскажем вам о том, что же собой представляют пульсарные планеты, как они могли сформироваться и даже о том, может ли на них существовать жизнь. В этом выпуске мы познакомимся с пульсаром PSRB 1257-12, имеющим собственное имя Лич, и с его подтвержденными тремя планетами, названными Драугр, Полтергейст и Фабетер. Интересность этой планетной системы начинается уже с того, что она является первой в истории астрономии открытой у нейтронной звезды. Мало того, мы как-то вам уже рассказывали об экзопланете Тадмар или Гаммацефея Аби, которая стала первой в истории открытой планетой вне Солнечной системы. Тогда мы говорили, что Тадмар открыли еще в 1988 году, однако подтвердили ее существование после многочисленных проволочек только лишь в 2003. Так вот, пульсарные планеты Полтергейст и Фабетер стали первыми в истории, подтвержденными после их предварительного открытия несолнечными планетами. А началось все с того, что 9 февраля 1990 года польским астрономом Александром Большиным при помощи радиотелескопа Аресиба был открыт миллисекундный пульсар, получивший каталогизационное обозначение PSRB1257-12. Он вращался вокруг своей оси с периодом 6,22 мс, что примерно соответствует 9650 оборотов в минуту. Изучая свои открытия далее, Вольщин обнаружил у данного пульсара аномалию в периоде пульсации. Независимо от Вольщина, подобное выявил и подтвердил канадско-американский астроном Дейл Фрейл. Все это привело в 1991 году к более фундаментальным исследованиям причины нерегулярности поступающих от объекта импульсов. В 1992 году Вольщин и Фрейл опубликовали свою знаменитую статью о первом подтвержденном открытии двух планет за пределами Солнечной системы. Чуть позже, а именно в 1994 году, на орбите пульсара PSRB1257-12 была обнаружена и подтверждена еще одна планета массой поменьше. Таким образом, научный мир не только убедился в существовании внесолнечных планет, но и узнал, что они могут вращаться не исключительно вокруг классических светил, но еще и вокруг нейтронных звезд. Пульсар PSRB1257-12, который еще упоминают в современной научной литературе под классификационным обозначением с учетом текущей эпохи, а именно PSRJ1300-1240, представляет собой быстровращающуюся нейтронную звезду с массой от 1,4 до 1,5 массы Солнца и радиусом около 10 километров. Как видим, это самый обычный и ничем не примечательный миллисекундный пульсар. Ничем не примечательный, если не считать наличие у него пульсарных планет, что как раз и сделал его известным и знаменитым в научном мире, что и стало причиной присвоения ему и его планетам собственных имен. В своем первом бюллетне за июль 2016 года Международный астрономический союз по предложению команды планетария Су-Тирол-Альто-Адиги из небольшой коммуны Корнедо-Аль-Изарко в итальянском Южном Тироле Закрепил за пульсаром собственное имя Лич, обозначающее непонятную фэнтезийную нежесть с элементами магии, аналогом которой в наших сказках может быть разве что Кочей Бессмертный. Пульсар Лич и его планетная система удалены от Земли примерно на 2300 световых лет или же 710 парсек в направлении созвездия Дева. На небосводе он лежит на прямом восхождении в 13 часов 0 минут и почти 1 секунду, при северном склонении в 12 градусов 40 минут и почти 57 секунд. Что касается планет в системе Пульсара Лич, то ближайшей к нему является PSRB 1257 плюс 12B, как раз открытая третьей. Сразу же отметим, что после своего обнаружения ей было присвоено обозначение PSRB 1257 плюс 12A, причем английская буква A указывалась за главной. Тогда существовала такая система обозначения. Сейчас, как мы знаем, в классификационном обозначении экзопланет, концевой индекс указывается в виде прописных английских букв. Причем буква A опускается вообще, а индексировка начинается сразу с литеры B. Однако, как бы там ни было, но с легкой руки выше упомянутого итальянского провинциального планетария и Международного астрономического союза, эта планета получила свое собственное имя Драугр в честь мутного, вдруг решившего ожить мертвеца, почти вампира из скандинавской мифологии. Масса планеты Драугр примерно в два раза превышает массу нашей Луны, а это где-то около двух сотых от массы Земли. Любопытно и то, что по состоянию на 2015 год она являлась самой маломассивной известной планетой из всех, чем масса была измерена, включая даже планеты Солнечной системы. Радиус Драугр в различных источниках указывают по-разному, поэтому приведем более или менее среднее значение от всех приводимых, а это где-то 1,5-1,6 радиуса Земли. Данная планета вращается практически по круговой орбите вокруг пульсара на удалении примерно в 19 сотых астрономической единицы, совершая один оборот вокруг своего центрального объекта примерно за 25 с четвертью земных суток. Добавим, что официальной датой открытия планеты считается 22 августа 1994 года, а лавры первооткрывателей официальные источники отдают польским астрономам, уже упомянутому Александру Вольщину и Мацию Канадскому. Второй по удалению от тамошнего, если его так можно назвать, Солнца следует планета, обозначенная как PSRB-1257-12C, по старой классификации PSRB-1257-12B и присвоено собственное имя Полтергейст. Что такое полтергейст, на самом деле, наверное, не знает никто, поэтому ограничимся кратким определением из Википедии. Это сверхъестественное существо, способное создавать физические помехи, а само слово полтергейст переводится с немецкого как шумный призрак. Что же касается планеты, то это скорее всего ярко выраженная суперземля с массой от 4 до 4,5 масс Земли. Радиус планеты оценить крайне тяжело, однако предполагается, что он должен быть примерно в 2-2,5 раза больше земного. Планета вращается вокруг своего пульсара на удалении в среднем в 0,36 астрономической единицы по орбите с незначительным эксцентриситетом, совершая полный оборот за чуть более нежели 66,5 земных суток. Ну и третья по удалению планета, обозначенная PSR B1257-12D в старой классификации с концевым заглавным индексом C. Официально она была названа Фабетар в честь башка сновидений из древнегреческой мифологии и творчества о виде. Очевидно, сновидений кошмарных, поскольку переводится его имя как «пугающий». Фабетар – это также, вероятнее всего, каменистая суперземля с массой около 4 земельных масс. С радиусом такая же неопределенность, как и в случае с Полтергейстом. Однако от двух земельных радиусов все же можно отталкиваться. Орбита Фабетара также практически круговая с эксцентриситетом около 2 сотых, а его удаление от центрального релятивистского объекта составляет около 46 сотых астрономической единицы. Эта планета совершает полный оборот вокруг своего пульсара за чуть более 98 земных суток. По всей видимости, ученый мир на данный момент располагает информацией еще об одной планете в системе пульсара Лич, о существовании которой высказывались еще в 2002 году. Правда, подтверждающих материалов на этот счет до сих пор нет. Это, скорее всего, карликовая планета с орбитальным периодом около 3,5 лет и большей полуосью орбиты порядка 2,6 астрономической единицы. Предполагаемая масса этого объекта должна быть меньше даже, чем 0,2 массы нашего Плутона. А это, в свою очередь, наталкивает нам мысль, что в этой системе также может существовать осколочный диск или же полноценный астероидный пояс сродни привычных нам главного пояса или же пояса Койпера. Говоря о предполагаемых объектах в системе пульсара Лич, нельзя не сказать и о том, что в 1996 году была заявлена об открытии четвертой планеты, газового гиганта с периодом обращения в 170 лет, радиусом орбиты в 40 астрономических единиц и массой порядка в 100 масс Земли. Однако впоследствии эти данные были опровергнуты, а ошибочность выводов на этот счет списали на посторонние шумы и сбои в работе исследовательского оборудования. В любом случае, мы все равно имеем у пульсара Лич три подтвержденные землеподобные планеты. А поэтому у наших пользователей сейчас возникает вполне резонный вопрос, а как же они образовались в столь экстремальных условиях вблизи релятивистского объекта? На этот счет существует около десятки гипотез, некоторые из них даже граничат с откровенной фантастикой или даже фантазией. Приведем несколько из них. Начнем с гипотезы, которая говорит о том, что планеты образовались еще до взрыва сверхновой, давшей жизнь пульсару Лич. Эта версия выглядит маловероятной, особенно на фоне известных нам случаев, когда взрыв сверхновой выбрасывал прочь из систем не только белые карлики и нейтронные звезды, но даже и довольно массивные звезды, не говоря уже о таких песчинках, как планеты. Поэтому очень непонятно, как они удержались на столь близких орбитах, и это еще при том, что они могли каким-то непостижимым чудом не испариться от гигантских температур, возникающих вследствие выброса энергии при взрыве. Вторая версия имеет много общего с первой. По ней все три планеты ктонические. То есть до взрыва они были газовыми гигантами и потеряли свои газовые оболочки вследствие ударной волны сверхновой. Однако все непонятности, приведенные нами в ходе описания предыдущей гипотезы, остаются. Еще один из сценариев предполагает существование некогда массивной двойной звездной системы. Более массивный спутник взорвался сверхновой, после чего образовавшаяся от него нейтронная звезда начала вращаться вокруг вторичного компаньона, образовав тривиальный рентгеновский бинарник, в котором более массивный красный сверхгигант в одно прекрасное время начал проливать свое вещество на релятивистский объект. Далее, по мнению теоретиков, нейтронная звезда проникла в недры этого самого красного сверхгиганта, образовав тем самым пока что чисто гипотетически на данный момент объект Торна-Жидков. О жизнеспособности этой гипотезы судите сами, поскольку до конца не ясно, почему нейтронная звезда, которая в любом случае должна была бы при этом превысить предел опенгеймера Волкова, не рухнула в черную дыру. К тому же, если пульсар все же в результате каких-то непостижимых причин не стал черной дырой, то вообще непонятно, каким образом и за счет чего он раскрутился до такой скорости вращения, стал миллисекундным. Существует также предположение, по которому планеты могли образоваться из вещества, выброшенного в результате взрыва сверхновой. Однако в этом случае, наблюдая за динамикой известных на данный момент подобных явлений, вещество в таких случаях разлетается по окружающему космосу с довольно приличной скоростью, а поэтому остается неясным, какая сила заставляет группироваться его в сгустки для образования планет. Ну и наконец, наиболее вменяемая гипотеза, которую сейчас считают и наиболее общепринятой моделью для формирования планет вокруг лича. По ней пульсар является продуктом слияния двух белых карликов. Белые карлики первоначально находились на двойной орбите, причем параметры этой орбиты медленно, но уверенно сокращались, пока один из компаньонов не заполнил свою полость роша и не начал передавать вещество своему соседу. Примерно от 1 до 3 миллиардов лет назад аккреция вещества нарастила массу доминанта в системе выше предела Чандрасикар, после чего он сколлапсировал до нейтронной звезды. В то же время оставшийся аккреционный диск раскрутил его до наблюдаемой ныне скорости вращения, превратив тем самым миллисекундный пульсар. Подобное, вероятно, сопровождалось взрывным эффектом, что окончательно раздробило белый карлик-донор, распылив его в довольно массивной, около одной десятой солнечной массы диск, из которого и образовались впоследствии упомянутые нами планеты и вероятный осколочный или астероидный пояс. Учитывая то, что материал белых карликов это преимущественно углерод и кислород, то и образовавшиеся планеты должны быть скалистыми, то есть землеподобными. Теперь давайте поговорим о казалось бы невероятном, то есть о возможности существования жизни на планетах, вращающихся вокруг пульсара Лич. Не надо, наверное, говорить лишний раз о том, что условия здесь более чем экстремальны. Магнитное поле пульсара является источником мощного СВЧ-излучения. Кроме этого, оно разгоняет до довольно высоких энергий элементарные частицы. Подобные условия смертельны для человека и подобных ему жизненных форм. Однако, что мы знаем о жизни и ее формах? Да практически ничего. Как знать, может, в таких адских условиях обитают устойчивые к столь испепеляющей радиации существа, подобные тем, честь которых эти планеты и получили свое название. Трудно себе это представить, но немного пофантазировать можно. В то же время, в 2017 году, в журнале астрономии and astrophysics, астрофизики Александра Патруна и Михаил Кама из Лейденского университета в Нидерландах допустили, что пригодные для жизни планеты могут находиться и вокруг нейтронных звезд. Тогда они привели в качестве примера планеты Фабетер и Полтергейст. Применив методы, горячо лично мною любимого математического моделирования для анализа данных, полученных в 2007 году при помощи орбитальной рентгеновской обсерватории Чандра, они установили, что температура на поверхности пульсара Лич достигает 1 миллиона 100 тысяч кельвинов, а вокруг звезды может вращаться полевой осколочный диск. В ходе расчетов Патруна и Кама даже вывели теоретическую зону обитаемости вокруг нейтронной звезды, которая оказалась намного ближе, чем это наблюдается у звезд главной последовательности. Таким образом, по мнению исследователей, при выполнении ряда условий и Полтергейст и Фабетер будут потенциально обитаемы для привычных нам форм жизни. Для этого планеты прежде всего должны иметь мощную и плотную атмосферу. Если газовые оболочки будут достаточно широкие, то опасное рентгеновское и гамма-излучение, угрожающее потенциальной обитаемости этих планет, не будет достигать их поверхностей, а наоборот будет преобразовываться в полезное тепло, поддерживая тем самым температуры, совместимые с существованием жидкой воды. Как бы там ни было, но все равно миры Пульсара-Лич унылые и мрачные. И даже если они и обитаемые, то упаси нас бог когда-то встречаться с их обитателями. На этой ноте канал Видеоньюз заканчивает свой рассказ и благодарит всех вас за внимание, выражая надежду на то, что изложенная нами информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.